В чем, конечно же, горе телевизионных болельщиков, в чем горе телевизионных зрителей? Ну, разве что в том, что как мы начинаем следить за турнирами по фигурному катанию, так мы зачастую и смотрим на одни и те же номера. Дай бог, чтобы фигурист, ввиду своей исключительной театральной одаренности, в одном и том же номере добавлял бы все время нечто такое, что заставляло бы каждый раз на этот номер глядеть широко открытыми глазами. Ну, Евгений Плющенко как раз один из таких фигуристов, хотя этот номер мы уже видели. Но кто откажется посмотреть его еще разок? Ну и, конечно же, хочется позавидовать тем людям, которые приходят на стадион и видеть-то ничего не видели. У кого, ни у кого же в Германии нет НТВ Плюс? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Миналет является кем-то, кого нельзя заменить. Говорят, незаменимых нет, но сейчас, в наше время, Евгений Плющенко является тем уникальным человеком, которого невозможно заменить. И, конечно же, это счастье его, счастье его родителей, счастье Алексея Николаевича Мишина, его тренера. В этом году, как-то так, вблизи я узнал, что Евгений Плющенко на самом деле довольно-таки часто думает обо всяких предрассудках. То есть человек довольно-таки суеверный. Например, не любит пускать журналистов в свой дом в начале сезона. Не любит, чтобы его родители смотрели соревнования в прямом эфире. То есть есть какие-то традиции, которых он очень-очень серьезно придерживает. Ну, дай Бог, чтобы ему это помогло и в этом олимпийском сезоне. Ну что же, тройной аксель получается даже в этом костюме. Слава Богу! А представляете, как легко будет без костюма. Мне даже напоминает эта история немножко ту историю, которую разыгрывал Александр Москаленко, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте. Он очень сильно растолстел, пока был вне спорта в течение трех лет. И потом, когда вернулся, три года сгонял вес, но сгонял потихоньку. И сначала прыгать было очень-очень тяжело, а потом, когда вес подошел к норме, он был в какой-то уникальной форме. То есть он мог прыгать уже с тем весом, но когда его не стало, он стал неуязвим. Точно так же и Евгений Плющенко. Евгений Плющенко сейчас накручивает обороты в этой поролоновой тюрьме, и я уверен, что... Подивительный повтор. Я уверен, что без этого костюма ему будет гораздо и гораздо легче. Ну что ж, игра продолжается. Мы чествуем наших чемпионов, мы поздравляем всех тех, кто выиграл хоть что-то или совершил хоть что-то для себя самого на этом турнире. Я благодарю всех болельщиков, которые на протяжении трех дней следили за трансляциями, наслаждались фигурным катанием. И я, Василий Соловьев, с вами прощаюсь до следующего парижского турнира. Спасибо.